Вот привлекает наш двор, самое интересное, это то, что вот люди действительно любят заниматься близ домов своих, рядышком, своим любимым делом, своим творчеством, так сказать. И скажу одно, что несмотря на возраст, несмотря на какие-то преграды жизненные, человек действительно занимается очень благородным трудом. Это что? Сажает рядом с домом цветы. Это уважение для чего? Особенно для двора. Радует глаз, радует настроение для людей. И прежде всего для жителей. Это не уж-то плохо, вот так заниматься, такими вещами. Посмотрите, люди добрые, что вообще творят жители нашего двора. И скажу одно только, то, что если бы в каждом полисаднике такое бы существовало во всем городе, то было бы очень прекрасно для всего окружающего общества. Вот. Хочу немного добавить то, что мы не специально сделали репортаж, а просто спонтанно, когда мы сейчас собираемся просто ехать на Пыру для наших определенных репортажей. Вот и все. Спасибо вам. Спасибо всем. Здоровья вам. Итак, мы сегодня уезжаем на Пыру. Наш путь лежит на Пыру, на поселок Пыра. Вот. Зачем мы туда едем? Ну, как всегда. Какие-то видеоочерки заснять. Вот. Посмотреть, что за много лет там, что произошло, что изменилось. И так погулять по Пыре по самой. Вот и все. И так сейчас автобус подается. Мы поедем. Всего хорошего. Все. Вот ров, который здесь глубиной в сумметр, может больше. Этот ров проходит по всей окружности, по всему периметру леса. Для чего? Уже знаете, наверное, то, что это для пожара, для пожарного очага предусмотрено все. Когда, когда где-то возникнет пожар, очаг возгорания, вот этот ров служит для того, чтобы предотвратить переброс огня на следующую полосу леса. И вот этот вот ров, который выкопанный техникой, вот, он везде, по всему периметру, вокруг периметра всего лесного массива везде находится. Вот сейчас засуха стоит. И того и гляди, какой-нибудь урод оставит непотушный костер, или сигарету бросит, или сам подожжет. Сейчас полно всяких таких отморозков, которые ни перед чем не останавливаются. И вот для этого служат вот эти рвы, чтобы огонь не перекинулся на следующей посадке деревьев. Чтобы уберечь хотя бы что-то еще, что где можно сохранить. Вот эти рвы для этого и служат. Вот, в том числе еще, когда дожди проходят, в нем скапливается вода, и так огонь можно приостановить таким путем, этими рвами. Вот, пошли дальше. Поселок Пыра скоро. Вот мы подошли уже к самой пыре. Вот, развилка идет. Мы можем и пойти туда, и туда. Вот сейчас отгадаю, куда мы на этой развилке пойдем вперед. Если промахнусь, то пойдем сюда. Если не промахнусь, то пойдем сюда. Промахнулся. Не судьба. Значит, идем на левую сторону. Все. Пошли. Пришлось одеть бандану, так как солнце печет. Уже неуносимо. Мы специально взяли на себя, на голову, чтобы одеть. Вот я бандану взял и одел. Потому что сейчас печет. Солнце очень жарит. Примерно градусов где-то около 27. Может и больше. А в тени, наверное, 24. Ну, исследуем опять же дальше. Вот. Пушистая черемуха. Цветет. Какой аромат хороший. Вообще прелесть. Люблю, когда вообще черемуха цветет. Ах, запах. Изумительно. Прям вот. Ах. Такая благодать. Ого. Здорово. Вот это здесь. О, прелесть. Прелесть. Пчелки летают уже. Нед собирают. Все прекрасно. Отлично. Вот. Ну, что еще хочу сказать. Необычное, так скажем, даже, обистворение души прямо аж наполняется каким-то необычным таким вдохновением. Что-то сразу, спонтанно даже, написать какой-то стих. Какие-то первые строчки. Для первого моего, так скажем, стихотворения. Вот хочу что-то сейчас сочинить. Пока в голову, конечно, не взбрело. Но что-то взбредет сейчас. Именно, когда, наверное, пойдем. Ну, ладно. Ничего. Пойдем дальше. Вот наша излюбленная дорога, по которой мы все время ходили за грибами. Как с остановки сходили. Немного тут перекурим. И пошли в лесок. Вот этим вот просел праздник. Дорога не значится. Между... Наверное, уже... И тогда, наверное, дома начались. Сейчас мы гадим. А вот, кстати, вот цвет. Вот, яблони, он цветет, кстати. Вот, везде. Ну, и тут, кстати, очень полно черемухи, я бы сказал, на пыре. Вот в городе мы хотели снять везде черемуху, и только нашли в некоторых местах черемухи. А тут полно везде черемухи. Вот, значит, черемуху вот... То, что вот сейчас вот сняли, вот там. И вот здесь, я гляжу, уже черемуха, вот здесь вот у дороги вот, находится тоже вся уже в цвету. По-моему, так скажем, уже вся уже... Скоро цвет уже обретать будет. Вот. Ну что, а мы в лес пойдем. По своей старенькой дорожке. Ну, пойдем. Вот. Все как-то все старое, все одиночнее. И как с тех пор, как было, все так и есть. Березка там вот стоит. Вот эта. У ней мы отдыхали. У этой березки постоянно. Вот. Отдыхали. Ну вот. Сразу первый гость. Батюшки мои. Вот он. Сразу. Ну, кто-то вот. Будильник зазвенел. Ёлки-палки. И вот киска тут пригрелась. В травке. Травку ест. Ух ты, какая хорошая. Какой окрас хороший. Приветик моя. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ну, куда ты пошла? Иди сюда. Не бойся. Ну, не бойся. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ну, иди сюда. Не бойся. Ну, иди сюда. Не бойся. Иди. Иди сюда. Иди моя. Иди моя. Потерялась? Хозяйская киска-то. Наверное. Ну, что. Пойдем нас. Нас. Сопровождай. Не пойдешь? Ну, тогда мы пойдем. А ты тут оставайся. Ну все, вот мы подошли к новым постройкам Это значит улица железнодорожная Ага, вот собаки завыли, заваяли Все, незнакомые люди пришли Вот, колодец с питьевой водой Как все надо Давно мы тут не были Ну что скажу, вообще-то так не очень-то много тут и построили Всего несколько домов Вот Несколько домов построено И так ничего Ну что ж, ладно Вот мы идем по нашей дороге Тогда, когда мы сюда ездили за грибами Начинался строиться этот дом Он еще был Как бы только начинали его строить Вот Этой подстройки вообще не было Вот считается, 15 лет почти Ничего тут не расстроилось В глубине пыра-то мы еще не были Может и будем, если время дастся И если у нас батарейка не сядет, кстати Аккумулятор Потому что он у нас иной раз подводит аккумуляторы Вот И бывает то, что резервной батареечки нет Мы экономим время на чем? Экономим время на репортаж Вот, пошли дальше тогда С Богом По нашим грибным местам Немножко, но пройдемся Мы, кстати, сегодня Не в такой одежде, как обычно ходим Но все-таки решили рискнуть Может быть Просто поглядим С экологией, что связано в лесу Не загажено ли Не замусим Мы вот сейчас вначале-то все Значит, отобразили То, что действительно Пыра пребывает в чистом Так скажем, направлении В экологической чистой среде Все, пошли дальше Вот, буквально прошли Несколько метров И вот то, что вот эти постройки Как тогда начинались Так они и заканчиваются здесь Вот Больше мы не наблюдаем здесь Ничего Никакого строительства Если только чуть подальше Ну, мы до этого дела дойдем Конечно Там где-то что-то пилят Слышу Ну, это как всегда Свой частный дом Что-то по хозяйству Кто-то что-то делает Вот А это вот наша тропинка лесная Уходит в сам лес Вот Пойдем маленько углубимся Вот Тут везде вспахано Кстати, рвы вот эти вспаханы Вот противопожарные рвы Чтобы От пожаров уберечь Поселок Чтобы не перекинулось Например, когда в лесу Начнется пожар И при сильном ветре Может перекинуться на дома На жилые Вот А тут Все вспахано Препятствия есть Тому, что На пыру ничего не перекинется И не загорится Вот Тут массив такой Так скажем Деревьев Разнообразие Сосны Березы Ели Вот В основном Такие здесь Насаждения Вот Лиственные породы Вглубь Лиственные породы Уходят туда Ближе к Пырскому озеру Вот Ну что хочу сказать Отлично Прогуляемся Немножко По нашим местам Вот Все-таки Давно не были И вот Опять мы Через 15 лет Только Созволили сюда приехать Но Тем не менее Я давно хотел сюда приехать И вот мы С Ириной взяли И решили Поехать Вот Очень прекрасно Свежо Хорошо Небо голубое Чистое Лазурь Лазурь Вот Отлично И давайте Автографируем Привет всем С Пыры Я на Пыре Мы на Пыре Мы на Пыре Вот мы В нашем Пырском лесу Сегодня Хорошо Вот моя Старая Березка У которой Мы Постоянно Останавливались Перед тем Как в самом углу Леса углубляться Покушаем Позавтракаем Покурим Тогда в то время Я еще курил Вот И по этой дорожке Самую чащу Леса уходили А сколько тут бы грибов Батюшки мои В этих местах Вот сейчас конечно Май Вот Может быть Не знаю как В этом году придется нам сесть Но мы Хотелось бы мне Вот Опять побывать здесь В разгар Грибного сезона Вот И Отснять всякие сюжеты Когда начнется Грибная пора Ну а сейчас пока Вот комары кусают Гады Блин Ёлки-палки Кусают ведь Комарья Вот Кстати Я заметил Что в этом году Комарья очень много Очень много комарья Так что Люди Берите с собой Аэрозольные баллоны Все мази Крема какие только есть Просев комаров И мазаться Вперед Мы сейчас тоже будем мазаться Всем привет С Пыры Итак Добро пожаловать на Пыру Вот Коттеджные постройки Здесь уже Видно Воочию Уже немножко Что-то заполоняется Лес Пырский Коттеджными Постройками Не все Но Есть Конкретно Что-то Вот посадочки Маленькие Небольшие Тут Вот Идут люди С прогулки Сейчас спросим А не подскажите Будь добры Озеро Вот тут Где-то вот В этой стороне Вот помню Было Мы до него Еще не дошли Или вы Не здешние Не здешние А вы не здешние Вы приезжие Да На кладбище А на кладбище Ходили Понятно Кого-то навесите Взрослеников Да Ну да Естественно Ага Понятно Ясно А уж где тут Как озеро Чего Вот где-то там Да Потому что Я вот знаю Вот как Вот здесь Сейчас Если выходишь Дорогой Вот она Как по этой дороге едешь Вот она Как считалось Все бетонкой Вот по ней И выходишь Там и на Пырске озеро И на все озера Вот по этой дороге Как вот Ездят на машинах Вот Мы 15 лет Потому что тут не были И вот решили приехать Репортаж сделать Про поселок Пыру Вот Вот если только Вот на эту дорогу выходить Вот где машины ходят Ясно Вот по ней Там можно И на Пырске озеро Там по этой дороге Едут как бы И за грибами Ага Ясно Ну спасибо тогда вам Не за что Ага Комаря правда Очень полно сегодня Вот Вот наша дорога Устремляется туда Ну там Еще плюс Еще идет она Как бы и к кладбищу Дорога Ну там есть развилка Где мы на этой развилке Уходим уже На правую сторону И в саму чащу Пыры Мы уходим Вот Вот посадки Небольшие Здесь выросли Что-то тут тоже Наверное когда-то горело Наверное скорее всего Вот Так же все Тут сфилипахано Буквально Ну что А мы пойдем Может быть найдем Даже и озеро На котором мы отдыхали Тогда Вот Все Вот Вот Отстроили Дома Добротные Вот Давно не были И вот пожалуйста Тут уже Считай Идет во всю стройка Орудует Ну что ж Немного Но Кто-то строится Что-то делает Соловушка Где-то поет Вот черничная Поляна Огромная Сюда мы вот Ходили за черникой Собирали ее Тут очень полно На пыре Вон сколько Кусов Зеленых Насаждений Черничных И это вот Все черника Очень полно Ее здесь Очень полно Вот А наш путь Идет Прямо Должен Наш путь Идти К озеру Но только я вот Не понимаю Мы найдем Это озеро Или нет Вроде бы Как бы Заплутались Даже Вот Попалось нам Тут вот Немного Народу Подсказали Что в этой стороне Где-то Но Я гляжу Тут вроде бы Что-то водоем То и не пахнет Ладно Пойдем дальше Вот Вон Ирина уже Намазывается Комаря полно У нас Тут Меня уже тоже Они Затерроризировали Комарию Это Все Пора Принимать Меры А то Закусают А то Закусают Мы вот Плутали Плутали Короче Прямо Там Скажем Наверное Минут сорок Поплутали Чтобы найти Это озеро Насколько Мы вот тут Уже все забыли И наконец Вот сейчас Дошли до озера Сейчас мы Хоть тут Отдохнем Перекусим Вот А то Буквально Никак Уже не могли Найти Уже Хотели Возвращаться Назад Но Не тут То было Я что то И припомнил Какие то Определенные Эти Заметки Которые я Тогда Запоминал Похозу И вот Все таки Я Остановился На том Что Вот у нас Вот эта Береза Вот эта Береза Значится Вот она Растет Вот эта Березка Вот Сколько Вот ей лет Лет наверное Ну лет ей 20 Есть 20 Вот Может быть и 15 Не знаю Она тогда Стояла тут Такая вот На этом вот Повороте Изгибе Не доходя До озера Вот Это вот Березка Моя Любименькая Я еще Когда сюда Подходил Трогал ее Как Василий Шупшин В колени Красные Здравствуйте Дорогие мои Красавица Говорил Так же Вот и я Теперь Так Его традицию Скажем Его традицию По его Так скажем Убеждениям Вот Придерживаюсь Его традиции И все Ну что Мои хорошие Растите А мы пошли К озеру Даже уходить не хочется Запах какой Вот здесь Буквально Все Очень Хорошо И прям Очень аккуратно Ничего Лишнего Один только лес Чистый Чего стоит Березовый Вот Не то что у нас В Дзержинске Могут поганить Все Варвары Вандалы Самые натуральные Вандалы Лисов У нас В Дзержинске Вот А здесь Хорошо Очень прекрасно Вот Так что Еще раз напоминаем Уважайте лес Уважайте природу Не гадьте Не поганьте Не срите Где попало Вот Ну а мы на пару пойдем Все Вот Пожалуйста Дружок Ползет Называется Зужелица Вот Ползет Буквальным образом Убегает от нас Буквальным образом Убегает от нас Опять побежал Беги 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 Под корягу Залез Ага Все Под корягу Залез Опять Полез куда-то Ну давай Беги Друг Беги Живи Жужелица Попался Вот Вот Бежит Быстрее Дорогу Пересекают Пока Машины Не передавили Все Беги Беги Ну вот Опять Мы И Опять Пришли К пыре В поселок Пыр Сейчас Зайдем И Пойдем Опять Обратно И Пойдем Опять Обратно Пойдем Пойдем П vocês f Пойдем Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, мы возвращаемся опять в поселок Пыра из леса Сегодня посетили Пырские леса немножко Походили, погуляли, поснимали Очень даже отлично Сейчас мы направляемся на остановку, на автобус На обратный путь, так скажем Все Итак, до скорого До свидания Всем привет! Ну вот сам поселок Пыра Вот Сейчас идем Мы по направлению К остановке Вот Вот похоже детский садик Тут у них Слышно прям ребятишки Галдят Вот это уже Так скажем Основной Уже поселок Пыра Яблони у них тут цветут везде Все Прекрасно Все отлично Вот Какое-то заведение Товарищ тут Стоит Мы к остановке правильно идем? Да Ага Отлично А и что за заведение? Это и ДВК ДВК Вода Понятно Ага Ясно Ясно А это, как я понял, детский сад, да? Да, детский сад Ясненько Спасибо Ну что, так скажу Ничего Все чисто по-сельски По-хорошему, по-тихому И главная чистота Соблюдается на поселке Пырская собачка Отдыхает вот в тени Собачка Вот Жарко Сегодня, естественно, жарко Вот Ну что Поселок Пыра Живет Израсывает Дома Трехэтажные Выше-то вроде бы и нету Кто чем Дышит Сирень цветет Любовь придет Вот даже вовремя Контейнера Убираются Контейнера вовремя убираются И вот Еще один посетитель Так скажем Помойки Посетитель помойки Вот он Лазит Ух ты, бездомненький, да? Маленький ты мой Хорошенький Куст, наверное, хочешь, да? Кусать хочешь Вот Девочки А это вот в школу, да? Да А вы сами учите здесь? Да В каком классе? В третьем В третьем? Уже закончили? Или еще не закончили? Учимся еще До конца мая? Да А там каникулы, да? Ну и хорошо Ну а как учитесь? Нормально Ну как нормально? Нормально можно и плохо Нормально можно и хорошо Вот ты, например, как учишься? В автобус Да На четверке и пятерке На четверке и пятерке? Как тебя величать? Как тебя величать-то? Как тебя звать? Да Настя Настя? Да Очень приятно Познакомимся Меня Алексея звать? Ну уж не Скажи, я Леша Независимый народный репортаж Мы из Дзержинска И вот приехали снять ваш поселок Пыро Как живете и здравствуйте здесь Вот И мы наблюдаем такой порядок У вас чистоту Не как у нас в городе Дзержинске Вы согласны? Да Что у вас чисто? Да Сами соблюдайте чистоту? Да Молодцы Так и надо Родителям помогаете? Да Хорошо Отлично Ну ладно, девочки, извините уж Мы, наверное, вас оторвали, да? Машина Мотоцикл осторожно Осторожно Итак, вон подошел автобус Мы уже Сейчас скоро В скором времени Уедем Нас должен все-таки автобус дождаться Вот Все, побежали Все Пока Пока Итак, мы сегодня побывали На поселке Пыро Везде побывали Слава Богу По своим данным местам прошлись Все отлично Все хорошо Радует глаз Чистота И порядок На поселке Пыро Вот Очень даже Меня все это порадовало Даже, как скажем Шокировало даже Что здесь Такое очень Все люди Относятся К чистоте Вот Ну что Пока-пока Всем пока